Здравствуйте, мы вернулись. Супруга Марина приехала в областную больницу на выписку мужа. Юрий отпускает домой с новым сердцем спустя почти месяц. Все это время жена не отходила от телефона, особенно первые 24 часа после пересадки. Операция прошла, конечно, очень серьезная. Я рада, конечно. Серьезные проблемы с сердцем у Юрия начались после перенесенной двусторонней пневмонии. У мужчины появилась одышка, чувство нехватки кислорода. Такое состояние называют кардиомиопатией. При этом нарушается кровообращение и в организме начинается сбой. Жжение было в груди, как-то оно все там горело, температура была. А сейчас вот, допустим, нет, у меня давление было пониженное 95 на 45, а сейчас оно 120 на 80. Самое страшное позади. Юрию повезло, донорское сердце подошло по всем параметрам. Впереди длительная терапия и одно важное ограничение – избегать мест скопления людей. Не посещать торговые центры, кинотеатры, не принимать гостей. Эти ограничения не постоянны, но сейчас, в ранний послеоперационный период, для него это важно. Еще не так давно операции казались за гранью фантастики, а сегодня это привычная реальность. Есть вещи, которые в кардиохирургии высокотехнологичные, которые развиваются, которые мы не могли делать раньше, а теперь можем. И трансплантация сердца, она на каком-то там, на срединном уровне, ну может быть в топе, конечно, но не самая высокая. Развитие кардиохирургии Тюменской области идет вперед, и важно, чтобы набирало обороты и сотрудничество с донорскими стационарами, говорят врачи. Благодаря организации службы трансплантации, благодаря тесному сотрудничеству нашего стационара с донорскими стационарами, нам все-таки удалось усовершенствовать это направление и помогать нашим пациентам, которые стоят у нас на листе ожидания. Сегодня в листе ожидания на операцию по трансплантации сердца в нашем регионе 6 пациентов в возрасте от 21 года до 63 лет. Мария Заводовская, Евгений Доценко, Тюменская служба новостей.